так я сделаю паузу побольше перед началом потому что я видел прошлое там какие-то лаги почему-то записывается с задержкой и вот сейчас наверняка все слышно наверняка все работает и начнем комментировать вторую игру thunder против тимастер один в один пик у тимастер обычно такая ситуация когда ваш прошлый пик работает вы с ним выигрываете и уверенный в нем добираете но здесь же просто решают забанить антимага и взять то же самое отвечают thunder добирая вместо антимага джиггернаута героя более активного который может раньше подключаться и доберут ли шторма себе нет шторма банят но имеется будет теперь всегда в принципе неплохой аналог тоже герой с инициацией тоже довольно мобильный а это оракал в этот раз как я в той игре и предполагал что это все-таки мид с профит что оракал неплох для тимбера неплох еще и для тролля под сейвит и пик несмотря на то что четыре героя таких же все-таки в этот раз немного другой пик у тимастер ну а тандер я думаю заменит в р-ку все-таки того же войти пирита можно взять как по мне герой более приятный более такой разноплановый нежели в р-ка посмотрим согласно рисунной тандер либо же они ну а кто остался из мидеров из приятных кункой кстати кунка для virtus pro и кунка для гамбит это два героя который как раз таки отправляют нашу команду куда подальше а тут берется лина новый герой для лео стайл возможно убить тролля до ультимейта как-то выключить лан эмо ну и тот же мэт страдает довольно сильно врага сталины и тимбер от лины нергеница в принципе даже на линии с дп стоит крайне хорошо пик прекрасный герой активный и все шансы у тандер есть чтобы закончить эту серию со счетом 2-0 пик похожий лина и имеет общие черты вместе с вр к и тоже хорошие нюки герой довольно сильный но разве что бкб брать первым артефактом алина не будет я думаю что все таки это будет скорее всего классическая классический юл конечно же может пойти и в какой-нибудь бладстоун лео стайл но я думаю что здесь будет без каких-то сюрпризов а у тимастер скорее всего на игру план один в один как и в прошлой карте просто что-то поделать просто такой такой нейтральный пик у тимастер имеет шанс на всех стадиях игры но вот не имеет какой-то конкретной точки силы наверное и мне кажется что здесь опять же если не нафидят тандер а мы знаем что не могут это сделать что все таки здесь должна быть довольно простая игра для них либо же свои ошибки осознали тимастер поэтому такой пик и взяли ну такой вард довольно легко чекается прочекают эти мастер white альбом я еще и пикать могу давай обходил отсюда заходи проверяй еще и довольно глубокий опс а тандер но смог как они никого найти не могут по рудам должно быть два в два в этот раз карты делится вот так я тебе буду часто рисовать а я перепутал вард от астер спалили бы здесь тандер никак тандер от вард не спалят а вот этот вард ну это наглость до понимают франк что здесь стоит вард я думал попикал самым мидеру объяснил и через сколько она сын 3 пока нет изменяют линии mnz будет смещаться на нижнюю скорее всего нет вот тоже карта пожалуйста можно не показывать вот эти вот значки дарун там нет здесь же значок пропал почему в других трех местах значки не пропали прилетает дагернаут на легкую линию стоять будет против риона с xxs и стп также возвращается к нему феникс линия довольно комфортная для xxs а а джиганаут он будет улетать с помощью тимбер чейна регены я думаю хватать будет чтобы переживать про каста м джей зи и посмотрим на мид линию здесь у нас лео стайл белого альбома понимаем что у лины больше возможностей убить дпшку те же спирит сифона может забивать станом и отходить подальше но есть думаю необходимы стики ддп чтобы за счет как раз стиков возможно эту линию и выиграть у лео стайла здесь уже напрягает муза ланэм размениваться по хпшке лана может даже добить теории тусика понимает использует фласку но пока совсем нагло не контролит курьера франк просто выводит его на ланэма теряет своего курьера но в плюс что по крайней мере у фрэнка дела обстоят неплохо регена у него хватает реген ему был не настолько необходим и даже половину третьего уровня тангальяр уже получил по крипам у лины 6 на 4 8 на 2 у дпшки но вот из минусов то что крайне далеко до ботла для стайлу и возможно регенов ему и не хватит слишком сильно пытался он прохарасить дп вот если бы он сделал фраг другое дело с врагом бы явно денег было бы больше у лины ласка от дп и может ее сбить ли нам джиггернаут довольно сильно просел фласка от феникса кстати не стал скачивать на втором уровне бард интересно посчитал важнее крипы джиггернаут ну вот сейчас с третьим появится или квад и будет не так бояться размениваться по хитпоинтам с xxs у лины какие дела близко ли боттл нет довольно то же самое но а вот у дп боттл уже имеется и нужно будет выходить за портом тимастер помочь контролить руну для white албума что за ник будь белым до для белого здесь уже мэтт даже за 15 секунд решил сместиться ну на выход я рассчитывать не стоит странно что вард здесь так и не сбил лео стайл хотя пангальяр я думаю показал что вард имеется дождется ли собирает себе мусс но это был бы слишком долго ждать пока приедет боттл для лео стайла боттл только сейчас с базы выезжает и ни при каких раскладах бы тимастер не позволили стоять так долго на руне тусику в спину музу выходит ланым не давая выйти как-то забрать без профит и возвращается на свою линию тускар должны как-то не троллю помешать вместе с фрэнком но пока здесь фрэнк бессилие на тролли варнодок курьера может забрать тусик курьера не успевает отвести на воздушных шариках долетает мумия дт-3 вышки не потеряв свою жизнь ситуация крайне плохая по хп у нас удэс профит но напивается ботлом здесь еще и поддержку леон который не позволит погибнуть и разменялись по хп еще xxs вместе с м джей зим летит на базу феникс вернется стп третий уровень не так это и плохо конечно хотелось бы как можно раньше получить свое яйцо до десятой минуты есть еще куча времени а что у нас по опыту у ланэма у ланэма треки с половиной кстати опыт набирает быстрее чем на диспрофит хотя казалось бы на диспрофит нужно более тайминговый ультимейт нежели на оркле сгоняют роля мус может выйти на не хватает не хватает конечно сноубола хотя здесь уже м джей зи подрубает тим тег еще по паре тычек и без ультимейта забирают роля втроем в любом случае это ферстблат для м джей зи ускоряет появление яйца хотя на троих экспириенс довольно сильно поделился на хостелан м поможет поймать лео стайла лео стайл нужно жить с танчика не хватает а что же сделал ланэм он на себя использовал третий скилл и снизил свое хп ровно настолько чтобы его забрала тычка с вышки используя чуть позже он бы выжил вот там себя ланэм переиграл интересно в тильте ли после таких действий до в тильте стоит простоял секунд пять я думаю небольшой плюс по морали это для тим дандер лина уже на мид линии на ланэма не месть от лео стайла до разбирают отправляя в полнейший тильт оракла сразу же после смерти его еще раз убивают даже тп оракла в кулдауне целых 60 секунд и уже на должен будет кого-то смещаться ну из приятного для тимас то что на нижней линии дп свой ультимейт реализовала забрали т1 вышку но до и ула все равно дп далековато какие дела у тролля вот здесь выход на лиона с ультимейтом джиггернаута должна забирать нет ставят ли даже без ультимейта заковыряют но отдают этот фраг музу хотя мог бы использовать ультимейт сразу мнз быстрее бы получил свой battle fury решает что можно ультимейт и сэкономить другой раз его использовать и по идее должны стягиваться на вышку разменивать один вышку на своей сложной линии то также как это делали и тим астер а тем временем нападают на мид дар один для оставил будет откидываться довольно сильно про кастулины даже в соло команду может отогнать главное не подставиться здесь лево так все таки что у нас у тролля собирает себе battle fury до battle fury троллю слишком далеко какая ситуация по над ворсом роль топ-3 опережает джиггернаут и тимбер который кстати собирается может ли подставиться опасно ультимейт у фран у франка нет просто добили леона самое главное что пока выживает у нас тимбер и я думаю должны этот тандер исправлять с прокастом лины и перест ринкет для лины вещь прекрасная да собирает юл как я и прогнозировал на линии это артефакт я думаю баст хэв в любой почти ситуации нужно представить ситуацию в которой лина соберет себе какую-то первую вещь кроме юла что у нас у джиггернаута принципе половина battle fury имеется самое главное есть риге колечко на реген проседать джиггернаут не должен ну разве что проблемы пока у него будут с монополом с другой стороны монопол при фарме особого мнз и не пригодится на мид стягиваются эти мастер если у тебя т.д.п. ультимейт у д.п. имеется из катапульта и должны здесь т.д. вышку забирать лев стал тут как тут слишком быстро ли нас бывает под крипов и решают не наступать здесь ти мастер и очень неприятные ситуации у нас у планом а 11 минута у оракла только а книжкой ситуацию исправляет теперь ситуация более-менее просто уровень прибавлять себе оракл и до ультимейта теперь не так ему и далеко нами линии до цены пачки должен получить если никто его не помешает не помешает же white album нет не мешают ультимейт для план м а а пангальер у нас катается дать свою битроля ультимейт от манэ жгут-жгут-жгут-жгут ли ультимейта феникса имеется здесь как раз-таки ланэм своей ультой очень таймингово подсаймливает своего керри и фулл х патроль продолжает фармить хоть и довольно медленно под спиритами от феникса еще и прожигают выход перегородить ультимейта у тролля уже нет и это должен быть минус манэ нет убегает из-под феникса не хватает да все таки не удалось подставиться под яйцом тип от ланэма ладно мы типнули здесь феникса далеко от яйца на ланэм это за что ланэм тролля подсейвил главное что тролль не умирает но не умирает элина который уже появляется юл также все хорошо у нас и у джиггернаута которого от battle fury отделяют всего 500 голды и преимущество общекомандное тандер уже больше двух тысяч неактивно играете master уже пару минут имеется экзорцизм у дп могли бы выходить забрать хотя бы еще одну ты одну вышку пытается джейзи прилетит в него сенс джейзи врезается манэ погибает и тусик погибает и джейзи неплохо неплохо огрызнулись тимастер ну вот как как-нибудь подкрепить бы такие фраги забором вышки желательно да вот прекрасная цель ультима это дп и должны т1 вышку эту забирать нагрее 10xxs не попадает фрэнк не успевает кастовать от куплен за это и поплатиться юл по ораклу ортам зафокусить лина да хорошо лагуна пола нему быстро минут по ораклу поможет ли поможет ли не цепляйтесь xxs а яйцо феникса пока быть не должно дачку дал 10 секунд и довольно легко отделались тимастер но с другой стороны это очередная ульта банши которая никакого толку не приносит 1 вышку хоть и прохарасили но снести так астр и не смогли немного отыграли но понимаем что вот эти 400 голды это просто один возможно любой враг по героям команды астр или оставил здесь вряд ли подцепиться скорее просто чтобы обезопасить забор руны тимбера нужно влить крайне много дэмэджа чтобы его забрать пока ноль смертей у xxs а как и у дп ну дп пока никто не фокусил тоже появляется юл сможет засейвится в юле похилится от сифонов возможно юл сыграет и на руку больше тандер неплохой сетап под стан лины также это сетап хороший под пангольера под яйцо феникса в теории так что посмотрим чтобы делать тандер врыв по музу манси забрать руну хочет конечно решать с тп уйти и не хватает дэмэджа у xxs хватило возможно пилы прокаченные в 2 так бы дэмэдж должно было хватать и на самом деле немного везет здесь тусику я не думаю что настолько четко просчитал дэмэдж но главное что он выживает главное самое для тандер что у нас уже появился battle fury у mnz фарм он должен отрываться сейчас также и у лины дела хорошо лина умирала 0 раз как и мнз как собственно и пангольер а вот xxs может погибнуть в первый раз жгут да дожигают главное не стал его ставить почему-то за это может платиться и сам да стан по ораклу лагуна добить странно что не стал дать свой ультимейт на тимбера я думаю тимбер бы пожил хорошо бы не зафокусили даже под ультимейтом он зарегенился пассивка была была бы набита на максимум но здесь решают его не сэйвить и это минус еще и рошан помимо дабл килла для тандер свое преимущество они укрепляют понимают прекрасно астер что-то минус рошан но они уже сюда скорее всего не успеют на тактим все минус рошан и никто из тиммастеров сюда не успевает смог в никуда и ну драться опасно драться было бы странно под аегис ультимейт от дп врыв от муза бьют быстро будет ли продолжение нужно помоять дп дп пока хиллиц живет манза страдает просто отступают то крутилка и это один в один с другой стороны это минус мультимейт дп его могут переждать и уже через буквально пару секунд могут напасть еще раз есть ультимейт гольера нужно раскручиваться стики раскрутиться рулин тандер хорошо пошел но слишком далеко уже тиммастер решили отступить самое главное что это был дабл килл размен на ровный еще и агегис для алины и уже после иула после тревелов собирать тебе бкб чтобы выживать лео стайл маг дэмэджа хватает у тиммастер тот же леон с пальцем тимбер задувки дп лишним боковой здесь явно не будет отопадим к натворсу а с джиггернаут уже напрямился я помимо патла фьюри яшу падает еще и аквилка приятный нейтральный артефакт для джиггернаута и приближается манта стайл могут его поймать здесь мэтт мэтт нет зареагировать не успевает сюда уже сейф тп от феникса смелый град мнз понимаешь что у него агегис в агегис размениваться было бы неудачно дати мастер могут поймать здесь тимбера выход на тимбера здесь уже лео стайл юл не даже без юла но уже худ активировал xxs и все таки пробить подходом тимбера значит из простых будет ли ультимейт клан эмо если что он имелся понимал что здесь выживает xxs все-таки 47 и 5 регена довольно много наглеет тимбер понимаешь что если вы не убили тогда не убьют и сейчас разве что потратят все яйцо и в семейт пангальера в ультимейт джиггернаута но тогда и команда за это могла бы наказать за то что все скилы отдали просто в xxs а который на самом деле под ультой лан эмо еще бы выжил скорее всего отступают тандер могут перегруппироваться зайти во вражескую тройку как рисует лина а вот мане поймать было бы идеально до бкб поймать бы здесь строля вставляется ссылки нападать здесь стандар не решают нужно нужно будет сделать килл по троллю до бкб не так много и осталось всего 500 голды до black king бара и нужно бы навязать драку на сейчас все-таки тролль без бкб и тролль 10 секунд дым бкб это два разных троля мнз через глиф по чуть-чуть подбивают поймать бы хороший минус они гис мгновенно просто самое главное не троля здесь могут можно драку выигрывать 45 тимбер тимбер забираются вкусе нужно еще и белого альбома альбом погибает это минус 3 и это драка без керри троля который только сейчас прилетает которому долетает бкб и непонятно почему решили драться здесь тимастер это минус 3 минус т1 в размен всего лишь на айгис это полторы тысячи для тандар хорошо айгис свой разменяли он бы так пропадал скоро просто подарили 3 фрага тимастер приближается бкб у лины для него всего 1000 голды и ужас бкб так быстро ли ну не убить и там был и палец и рассказ дп там все влили влиял чтобы его пусть разобрать но это один из факторов поражения я дав все в лину на остальных героев слов просто не осталось сноубол закатываются может ланем пострадать ланема убить быстро на себя ультимейт можно забить на оракла но ультимейта троля под бкб нарезает нарезать джиггернаута джиггернаут может умереть монтостайл нет не успевает поражать и никак не помогает монтостайл сгрызает здесь джиггернаута команда астер и скорее всего и тусик подставится даггера у него пока нет и распиливает его тимбер минус 2 хорошо выход реализовали бкб несмотря на неудачную ульту от ланема все-таки выживают здесь тимастер и слишком пока плотный xxs пока демжа по нему не хватает а он собирает себе еще и бладстоун чтобы и регенит со своих киллов и иметь больше хп чтобы быть еще более желанной наживкой для тандыр не помог вас монтостайл джиггернаута выжить и тем самым тролли его обгоняет по натворцу интересно что собирает себе даже не аганим а именно аганим шард джиггернаут а здесь пока выход на тролля на бкб развели а в бкб уже никак тролля здесь не остановить должен отсюда спасаться фрэнк даггера нет может подставиться юл промахиваться под копом ли он а здесь уже яйцо чтобы засейвить это блоки лишним но пока этого нападать не планирует тандыр что не планов добить ну необходим конечно же даггер на пангарьерного до даггера далеко нужно дождаться даггера на музе до которого всего 300 голды и не поставляться бы тусику вот не хотелось бы умереть первым можно умереть но желательно до этого заработав на блин даггер могут перехватить отступаю здесь тиммастер сколько у нас до рошана до таймера еще минута и возможно и чуть долгий таймер выпадет так что может быть мы драки увидим еще даже и до рошана есть должные команды осторожничать thunder имеется преимущество в 5000 но они проиграли уже с него 2000 и я думаю до рошана не будут довольно символ выиграть отдавать не хотят глиф используют это уже от тусика нападает мус не умереть бы до даггера до даггера буквально 20 худшая ситуация погибает до даггера ничего собственно и не инициировав фрэнк ультимейт этот минус леон да довольно быстро но не цепляйте вы тимбер он очень слишком жирный ланэма бы найти ланэма не находит ультимейт уже от дес профит присасывается к джиггернауту джиггернаут фрутилки уходит ультимейт по дп дэмэджей не наносит бкб от лео но нападать дальше не собираются тимастер разменялись один в один но это более неприятно для тусика так как он просто оттягивает полы появление своего даггера у леона же даггер не планируется у него линза собирать себе форсик и особо ничего здесь ли он не потерял у фрэнка 800 голды до даггера и без его инициации здесь справляться главное что у него имеется гуардиан грифс себя сайленс он может снять потратил швакл бакл имеется еще и стики все-таки уходят а дает руну троллю тролль эту руну отбил прямом смысле слова это три руны для тимастер всего 4000 преимущества остается у тандер что я и говорил опасно драться все таки необходимо им забрать рошана и уже с аегисом продолжать доминацию довольно много дэмжа по рошану с помощью тим тега туфика не устроится тимастер уже с аегисом мнз и могут теперь нападать тандер имеется ультимейту фрэнка если яйцо у феникса на это тоже имеется и средства имеются у тандер чтобы нападать и они будут выходить на т2 сверху идея хорошая забрать т2 аванпост перехватить вражеский лес себе захватить пока на феникса инициируют могут довольно быстро убить феникса сопоцеливает тусик и нужно просто мгновенное яйцо сразу на яйцо есть это неплохое но дэмэжа слишком много от манэ бэбэк от феникса поймает ли кого-то еще ланна его возможно добить да ланна его добивают а имелся ли ультимейт ультимейта не было погибать ему не страшно один в один пятерки размениваются небольшой в плюс для тимастер все таки по вижен во вражеском лесу но вот из минусов они вард не сбивают который благодаря тимберу видит крайне много лес ему не мешает здесь инициация на тимбера и уже хватает дэм уже чтобы так завкусить быстро xxs прошло время когда xxs был бессмертный хватает майн брейкер еще для джиггернаута это скорее всего артефакт для алины оставить ли себе она соул сенс ринг я думаю майн брейкер был бы поприятнее нет или у кого он будет у тусика у джиггернаута все таки да выкладывает аквилку но аквилка бы тоже не помешала для команды булл вип тусик отдавать не хочет фрэнк имеет ультимейт может нападать имеется и даггер может быстро инициировать на траля даже до его бкб бессилия пытается забрать т1 вышку будет ли крутилка как должна быть нет пока обходится без нее джиггернаут не боится какого-то врыва теряют вышку астер и должны по идее отступать здесь тандар нет неужели они не боятся на все таки отступают или нет будут смещаться на последнюю т2 у тимастер преимущество укрепляется уже 7000 за тандар и пока вся игра идет под диктовку радио ничего не делаете мастер просто как-то отвечают на действия тандар не было какой-то активности от this profit с ее ультимейтом только вот две т1 вышки за всю игру упали у тандар хотя вот при таком активном пике была возможность у ути мастер с агегисом заходят на последнюю т2 вышку довольно легко ее заберет мнз и будут на хайгер уже подниматься под вард джиггернаута но он уже кончается и возможно это остановит слегка тандар и отступают они могут просто заводить вражескую тройку вражеский лес и не давать выходить астр сами же их просто перефармить наказывать за вот такие вот наглые выходы как сейчас совершает без профит а куда она идет здесь уже или на форсик это будет довольно простой минус под из профит интересно что только сейчас собирает себе бкб до дела не лучшие по натворцам всего 12000 но как бы не было поздно для бкб или на тот тот герой против которого бкб необходим даже возможно довольно ранний вот был бы лео стайл на дп я думал бкб был бы ранний статая минута все руны на тандар все аванпосты и начинают просто закрывать и перегибать по экономике тандар выход от маны довольно наглый здесь вся команда кроме дпшки пытаются отбить свою тройку центре уна ходят на забивает ее тролль нужно наказывать за это и здесь до сих пор есть у джиггернаута можно даже дружно быстро и дешево его отдать но он и пропадает и вот сейчас скорее всего на хг заходить тим тандар не будут и подставится ли тролль тролль здесь не подставится слишком мало игроков тандар во вражеской тройке или нападение будет мы увидят вард понимает что разбиваешь кто-то там есть эту центре не видят и в пятером уже на базе стоят астер уже 13 тысяч за тандар и можно не спешить просто наращивать преимущество нарастить еще тысяч 10 и уже сильным перевесом на линия с кем-нибудь дейдаусом на линия данный вы собирает дейдаусом на линия с дополнительной бабочкой на джиггернауте вот он будет уже и заходить на хайграунд потому что совсем шансов не будет уйти мастер все-таки это решающая игра для тандар побеждая эту игру они получают dpc очки получают деньги потому что пока если эту игру проиграть они ничего не получат и я думаю это было бы крайне неприятная ситуация для тандар если вот выиграть полностью группу считаться темной лошадкой и просто проиграть всем матче и не заработать ни доллара ни цента 0 дпс очков ситуация конечно плачевная но пока не ошибаются стараются скажем так не ошибаться тандар играю довольно с его во преимущество понемногу но растет уже почти 15 тысяч за ними я думаю дождутся рошана до которого остается минута и ужаса егиса могут более нагло более агрессивно действовать пока же феникс это улетает выход от тимастр надо доказать нет есть весь проказ тут же гернаута имеете яйцо все ультимейты присутствуют фокус по троллю пока бы от роля уже загрязли леона хороший дэмэдж от лины как же страдает страдает монет даже в бкб лина тот герой который а вот отсутствие бкб на диспрофит ее губит все-таки забирают из панкальера но монет никто не отпустит и лина его добивает просто афк стоит мусс это гг уже или это рофл какой-то нет это гг да это 2-0 для тандар все таки я был прав да прогноз драгнило на 2-0 тимастр не сбылся я говорил 2-0 для тандар так оно и есть просто переигрывают довольно тимастр ничего не показали за это бо 2 как оказалось а не бо 3 командастер отправляются они домой вместе с тем ликвид вместе с фнатик а продолжают свой путь стандар я думаю они могут пройти и дальше потому что а на кого не а тимастр попадают на победителя виртус про квинти крю то есть в теории это тандр против виртус про и вот это уже игра я думаю будет серьезная для обоих коллективов и посмотрим кто же из нее выйдет победителем хотя возможно и виртус про не пройдут дальше квинти крю но это уже маловероятно ладно как раз таки на эту игру мы с вами и готовимся на ней мы и встретимся поэтому до скорой встречи